Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаю начитывать книгу Николая Николаевича Неплюева. Это собрали его материалы различные, поместили в первую серию беседы о братстве. Их несколько книг таких будет. «Путь веры» называется. Потом будет последующий голос верующего мирянина по поводу предстоящего собора. Сейчас вот «Путь веры» начитываю. И здесь он описывается, его семь лекций, которые он прочитал с 25 по 31 декабря 1907 года. Здесь это описывается. Я сейчас читаю четвертую лекцию. Она называется «Опыт жизни нашего трудового братства». Первую половину этой лекции я прочитал. Сейчас вот начну вторую часть этой лекции прочитывать. Двадцатый пункт. Все это по моей вине, как вредная закваска, было допущено в деле нашим, собственным моим отношением к нему, при самом зарождении его, хотя и проявилось гораздо позже, в больших размерах. В начале это проявлялось только тем, что я не в достаточной степени пребывал от воспитанников новых быть исполнителями слова, требовал от воспитанников новых быть исполнителями слова, а не слушателями забывчивыми. Бесконечно объясняем то, что они не могли давно не понять, и тем давая злой воле возможность извинять себя непониманием чего-то. Тем, что я, выразив с горячим волнением порицание зла, считал себя вправе мириться с виновным, не достигнув его примирения с Богом. Тем, что я слишком долго терпел воспитанников, вносивших вредную закваску в школу, из любви к ним, тем самым допуская ложь принадлежности к школе по букве людей, оставшихся упорно чужими ей по духу. Опять-таки, вследствие всяких гуманитарных соображений и рутинного понимания милосердия, ничего общего с правдой веры и братолюбием при свете любви к Богу всем разумениям не имевшими. 21 пункт. Очень характерно, что с первых шагов, когда дело мое ограничилось таким, казалось бы, для всех удобно понятным и безвредным начинанием, как приют для бедных сирот. И это вызвало несочувствие в окружающем обществе с разных точек зрения. Профессор Иванюков Иван Иванович, 1844 по 1912 год. Профессор, историк, экономист и публицист. Печатно заявил, что для богатого и образованного человека нет стимулов действовать по моему примеру. Тут также ссылка дается. Иванюков И. Один из вопрос русской культуры. Историческое призвание русского помещика Николая Неплюева. Новое обозрение. Ограждение Михайловской в отчастистенных записках прямо заявил в духе самого искреннего негодования, что я берусь не за свое дело и что единственным историческим призванием русских помещиков только может быть дрессировать собак, а не воспитывать людей. Все это по поводу моего скромного начинания и первой моей брошюры, старавшейся пробудить в помещиках сознание нравственно долга поработать на оздоровлении души народной и разумное устроение жизни тех детей народа, отцы которых так долго были крепостными их предков и так мало сознавались ими братьями во Христе. 22. Очень характерно и поучительно и то обстоятельство, что среди молодых людей, окончивших курс в христианский школ, приглашавшихся мною на должности учителей и воспитателей, я никак не мог найти единомысленных, единодушных со мной помощников. Одни, сочувствуя гуманитарному характеру дела, совсем не мерились с его религиозной основой. 23. Другие, считая себя правоверными церковниками, находили дело это ненужным новшеством, очевидно опасаясь того, достаточно ли оно правоверно и церковно. 24. Не болит ли правоверно и церковно рутина жизни с ее складом понятий и симпатий? 25. Не выдумал ли я верховный закон христианского откровения? 26. И не будет ли душегубительным иеречичеством призвать вместе со мной соблюдение этого закона делом большей верности церкви и большего повиновения ей, чем строгое соблюдение буквы постов и внешней обрядности? 23. В результате мне пришлось ограждать детей от вредного влияния, приглашаемых мною учителей, поручить им исключительно дело преподавания и взять на себя все дело воспитания. 24. Много раз мне приходилось убеждаться, что то, что казалось скорбной помехой, а иногда и трудно преодолимым препятствием, что могло бы даже повести к полной неудаче дело, окончательному разочарованию в нем и убеждению, 25. Что измена этому делу есть единственный разумный выход с точки зрения видений земного бытия, благодаря тому, что я, иногда наперекор очевидности, судя по-человечески, оставался на пути веры, 26. Оказывалось, напротив, благодетельным для дела и приводило к неожиданно благоприятным результатам. 26. Иногда все небо жизни казалось покрытым грозными тучами. 27. Ведения земли привлекали страшную бурю безвыходных затруднений. 28. Одна вера и любовь заставляли, несмотря ни на что, оставаться в верном делу. 29. И небо жизни прояснялось на другой же день. 30. И яркое солнце светило на безоблачном небе. 31. Много раз мы испытывали жизненную правду слов откровения о том, что вера сдвигает горы. 31. Много высоких гор вековых рутины, социальных предрассудков, злой воли и враждебных козней сдвинуло на нашем пути вера и решимость упорно ходить верой, 31. Не уклоняясь на путь ведения земных обстоятельств и собственной человеческой немощи. 31. Так было и с тяжелым. Казалось почти неопредалимым препятствием несочувствия моему делу со стороны моего отца, от которого я вполне материально зависел. 32. Оно привело к тому, что я при жизни мог делать это дело более самостоятельно и в больших размерах, чем это было бы возможно при иных обстоятельствах. 33. После многих скорбей это привело к тому, что отец еще при жизни выделил мне имение, давшее возможность основать сельскохозяйственную школу, а потом и трудовое братство. 34. Так было и с затруднением, по-человечески почти неопредалимым для меня избалованного барича, элегантного светского человека, говорившего на языке, едва доступном пониманию крестьянских детей. 35. Когда я убедился, что не найду учителей, удовлетворяющих моих требованиям, когда убедился в необходимости ограждать детей от их вредного влияния, 36. Когда по требованию веры и любви я не поверил, и этому видению сдвинулась передо мной и эта гора, как сдвигались впоследствии так многие другие. 36. Более того, и это привело к таким благоприятным результатам, каких могло бы и не быть при иных, более благоприятных обстоятельствах. 37. Это привело к этой системе воспитания, при которой сами ученики имеют роль активную, а не пассивную. 38. Сами воспитывают себя, взирая на воспитателей, как на старших, более опытных помощников себе в личном деле самовоспитания. 39. Даже теперь, когда все учителя стали и воспитателями сами, воспитаны в нашей же школе. 25. Вся система воспитания в наших школах родилась из повиновения животворящему духу слова евангельского. 26. Видя, как мне трудно одному влиять на всех детей, которых в тому время было уже много, и выслушав мое объяснение животворящего духа слов Христа Спасителя, 27. Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. 27. Матфея 18, 5. В приложении к практике их собственной жизни и взаимных отношений старшие захотели помочь мне и разобрали между собой самых трудных воспитательных отношений младших товарищей. 28. Повлиять на них им удалось гораздо лучше, чем это мне удавалось. 29. Заметив настоящее духовное преображение среди детей и узнав, что их вызвало, я приложил старшим учредить братский союз с целью доброго воздействия на младших. 29. И это было началом той стройной системы воспитания, которая постепенно у нас выработалась. 26. Наступил период снов, в которых мне в аллегорической форме были показаны яркие картины жизнедействительности. 27. Многое уяснившее мне в характере жизни и отношениях с современным человечеством. 28. В то же время для многих воспитанников начался период снов пророческих, пережитых мною ранее снов, которые могли бы быть для них одновременно и утешением, и ободрением, и укреплением веры, 28. Когда много лет спустя наступали те события, иногда и очень скорбные и устрашающие, которые они за много лет прежде предрекали. 27. Период снов аллегорических закончился для меня опять снов пророческим, предрекавшим необходимость пережить такие тяжелые скорби, каких раньше еще не переживал, и началась черная година жизни братства. 28. Под влиянием организации добра в жизни самой школы, тех братских кружков, благодаря которым дети в наших школах не ограничивались изучением грамматики веры, 29. А имели возможность жить по вере, устанавливая правду братских отношений между собой в гораздо большей степени, чем это есть в рутине жизни, нас окружающих. 29. Для них стало потребностью веры, любви, разума и совести не изменить принципу братства в жизни и по выходе из школы. 30. Они выразили желание остаться вместе. Одни стали готовиться занять места учителей в школе и образовали из себя братскую семью учителей. 31. Другие взяли у меня в аренду землю и образовали из себя рабочую братскую семью. 31. Это и было началом трудового братства, которое по мере того, как все более и более разумно, а потом и при свете любви к Богу всем разумением, 31. Внемощи наши созидалось, все более обрисовывалось перед нами, как правда, жизни по вере, 31. Как достойный христиан выход из всех социальных затрудений, 32. Как определенная программа мирного прогресса от того, что есть, к тому, что быть должно по правде веры, действующей любовью, 33. От грубой социальной борьбы между представителями труда и представителями капитала, 34. К дружной, совместной деятельности тех и других в деле мирной организации всех родов труда на христианском начале братского единства, 35. В форме трудового братства, как полезный для церкви и государства опыт оздоровления души народной 36. Исплочения приходов в живую, здоровую клетку этих живых социальных организмов там, где в приходе есть и богатые, и бедные. 36. В теории все признавали, что дело-то должно быть делом Божьим, или совсем не быть. 37. Признавали и то, что надо любить Бога всем разумением, но на практике гораздо более любили друг друга. 38. Почему и эта любовь друг к другу была так недоброкачественна, как и любовь ко мне? 39. Любили друг друга не при свете любви к Богу всем разумением, и любовь эта была непрочной, 40. Себелюбивой любовью, пока впечатления и отношения приятны. 40. Ревности о Боге, о правде Божьей не хватало на то, чтобы иметь сердце чисто и дух прав, 41. Чтобы в себе и в других любить Божие и ненавидеть зло, чтобы для себя и других, как высшего блага, 42. Как насущной потребности любви, желать быть цельно достоянием Божиим. 42. Благодаря этому зло не возмущало, с ним мирились и его щадили. 30. Тут-то и проявила себя во всей силе вредная закваска, о которой я раньше говорил. 41. Члены Братства недостаточно сознавали жизненное значение обособления от зла, 42. И не в достаточной степени ненавидели зло, чтобы общение с ним было для них не опасно. 42. Особенно вредно это отразилось на братской интеллигенции, учителях и учительницах наших школ. 43. Между ними были люди выдающихся способностей, некоторые и выдающихся талантов. 44. К этому времени были уже изданы три томика сихотворения двух из них, 45. Поэтов, воспевавших правду братства и радости братской жизни. 45. Многие приезжали знакомиться с братством, большей частью людей совершенно не братского духа, 46. Типичные представители рутинных понятий и рутинного настроения нашей современной интеллигенции, 46. Интересовавшихся братством со своей либеральной точки зрения, 47. Совсем не сочувствуя его же творящему духу веры, любви и мирного созидания. 47. Под благим предлогом доброжелательства и желания преуспеяния, ассоциации, 48. Они особенно сближались с учителями, представителями по их понятиям, 48. Братской интеллигенции, старались развить их, давали им самые нелепые с братской точки зрения 48. Восстание советы в духе горделивого самоопределения, расширение кругозора от узости веры и верности добру до широты, 49. Беспристрастного отношения к свободе добра и зла, как неотъемлемо право широко проявления своей индивидуальности. 49. Обособленности было так мало, что многим из таких представителей современной культуры 50. Мы разрешали подолгу гостить у нас. Со многими из них учителя были в переписке. 50. Все их советы сводились к одному старому, как мир. 51. Вкусите от древа познания добра и зла, и вы станете как боги. 51. Ум ваш расширится до кругозора истинно культурных людей. 52. Жизнь ваша от монотонного однообразия добра путем эволюции, соответствующего духу времени, 52. Дорастет до богатого разнообразия впечатлений и переживаний тех, кому ничто человеческое не чуждо. 53. С узкой дороги добра вы станете на широкую дорогу добра и зла. 54. Вы освободитесь из-под опеки единомыслия, единодушия с основателем вашего братства, 55. Человеком прекрасным, но мистиком, идущим против течения, 56. Не сообразуясь с духом времени и с запросами современной культуры. 56. Только этим способом вы докажете свою самостоятельность 57. И обеспечите за делом братства характер дела культурного и общеполезного. 57. Сам, любя членов братства, присвятив любви к Богу всем разумениям моим, 58. Я не допускал мысли о том, чтобы общение с подобными людьми 58. Могло быть опасным для членов братства. 58. Нарушить нашу взаимную любовь, затмить этой нелепой ложью понимание правды Божией. 59. Потушить в сердцах ревность о Боге, правде и деле Его. 59. С ними не соглашались, но деликатничали, уважая свободу мнений. 60. В то время, как они деликатничали все менее и менее, совсем не уважая даже и самой дорогой святыни 60. Братской любви, братского единомыслия, единодушия в деле несения общего креста во след Христу. 61. При свете любви к Богу всем разумениям. Они продолжали свою антибратскую пропаганду. 62. Капля по капле вливали у умы и сердца яд сомнений и недоверия. 63. Советовали продолжать дело самообразования, обогащая ум свой чтением умных книг. 63. К их взглядам мало-помалу привыкали, со злом в них примирялись. 64. Так заманчиво для грешного человечества чувствовать себя самостоятельным, на высоте современной культурности. 31. В это же время достигло высшей степени недоброжелательное отношение ко мне и делу братства. 32. С одной стороны, либеральной печати, не прощавшей ни религиозной основы, ни мирного характера нашего дела. 33. С другой, так называемых церковников, не прощавших мне новшества, предпочтения, животворящего духа веры, всякой буквы и дерзновения призыва мирян к церковному самосознанию и жизни по вере. 34. Нашелся и ренегат братства, прежде любимый мной воспитанник и брат, сотворивший себе из ума своего кумира и этому кумиру, принесшую жертву и братскую любовь и самое дело братства. 35. С перерывами по одному месяцу он написал мне три письма, в первом из которых он говорил мне, что предан делу братства до гроба и с восторгом мечтает о радости служить этому святому делу. 36. Во втором, ожесточившись против братьев, которые, по его мнению, недостаточно его оценили, он написал мне, что уходит из братства, благоговеря перед моей личностью, но разочаравшись с других членов братства и не веря в будущность дела. 37. В-третьих, ожесточившись против меня самого завыраженной мною ему скорбное негодование, он написал, что я напрасно отношусь к нему как к величине, не стоящей внимания, что он достаточно умен и достаточно хорошо владеет пером, чтобы суметь причинить зло мне и братству, если я не исполню одного его требования. 38. Он исполнил свою угрозу, написав брошюру, в которой изобразил меня, своего бывшего воспитателя и брата, неискренним, смешным дураком, а самое дело братства, напыщенной комедией мистических лицемеров. 39. Оба враждебных мне и братству лагеря в печати с восторгом приветствовали это беспристрастное изображение жизни нашего братства и сами выражали свое беспристрастие, рекомендуя изучать наше дело по этому документу. 39. Как все это типично и поучительно для самопознания современных христиан. 39. Многие в братстве всем этим возмущались. Были и такие, которых все это смущало, которые во всем этом находили поддержку своей злой воли, тяготившейся и стеснением личной свободы узкими рамками добра и всем укладом жизни братства, требовавшей братского подвига, 40. В то время, как они желали только радости братской жизни, тогда-то и проявилась во всей силе зловредность закваски, мною допущенной форме недостаточно сознательного отношения к практике жизни, к человеческой греховности и грехолюбию, с логичным последствием, деликатнейше, со злом. 40. Некоторые члены братства стали прежде робко, а потом все более и более самоуверенно предъявлять требования свободы зла под флагом свободы мнений, свободы самоопределения, свободы совести и свободы действий, 41. Что в действительности сводилось в свободе жить на луне братства, в свободе от всяких братских обязанностей, жить на луне братства без Бога, без любви, не только не стремясь к единомыслию и единодушию, но именно в разномыслии и равнодушии и полагая свою свободу. 41. Это вполне походило на требования для членов хора на литургии вместо херувимской каждому петь, что вздумается, уверяя, что при этом получится соответствующая духа времени, самая культурная мелодия. 42. Какая в этом знакомая картина, происходящая ныне в большом размере во всем нашем бедном отечестве, стали тяготиться всем тем, что братство созидает, и братскими собраниями, и общими молитвами, и все более моими призывами к покаянию и к жизни с Богом, а не без Бога, считая, что воздали Божие Боговы, не согласуясь с правдой Его ни ума, ни сердца, ни жизни. 33. Видя, что многие не становятся на путь братского подвига, молчаливо протестуют против всех моих призывов и все более и более самоуверенно злоупотребляя с нисходительностью и долготерпением верных братству по духу, я скорбел до невозможности говорить на собраниях без слез. 34. Меня буквально убивало сознание, что в братстве нарушено единомыслие и единодушие, что растет в нем антибратская закваска, а я все еще деликатничал со злом, все еще доказывал, убеждал, умолял там, где нужно было требовать честного выполнения братского долга, честной братской правды. 35. Я все еще хотел сохранить для дела и для братской любви тех, кто уже стал вредной закваской и немало не дорожил любовью. 36. Это было с моей стороны не только любовью к ближним в ущерб моему нравственному долгу любви к Богу всем разумением, но и вредным примером для верных братству по духу, 37. Которые пошли дальше моего, считая, что они еще менее могут требовать и стеснять свободу мнений. 38. Они даже и не призывали к покаянию, а просто оскорбили и сторонились, уступая дорогу. 39. Зло все более и более поднимало голову, становилось все более и более вредной закваской, смущая слабых духом и колеблющейся. 40. Пока не стало требовать для себя прав гражданства на лоне братства. 41. Пока не стало возмущаться всяким проявлением добра, как поползновением на свою свободу. 41. Пока не взяла на себя роль хозяина положения. 41. Не только не признавая за собой обязанности повиноваться братской думе, но требуя, чтобы дума во всем им повиновалась. 41. Пока самоуверенно не заговорил от имени всего братства. 41. Совершенно с таким правом, как в настоящее время террористы выдают себя за уполномоченных представителей воли народной. 42. Все это не говорилось на братских собраниях. 43. Там отмалчивались, молчаливо протестуя против меня, братской думы и тех, кто был с нами единомыслен, единодушен. 44. Все это громко говорилось в братских семьях, в частных разговорах, под прилогом, что все равно ни я, ни дома с ними не согласимся. 35. Убедившись невозможности без ущерба для дела выжидать доли, когда же, наконец, соблаговолят покаяться и вступить на будь братского подвига, думаю, братство решило потребовать от недовольных письменно изложить свои желания для прочтения и обсуждения их в общем собрании братства. 36. Это достопамятное собрание произошло в апреле 1900 года. В письменных заявлениях своих потребовали, чтобы на будущее время не считать более братства делом Божиим и не предъявлять к нему соответствующих требований, совершенно непосильных для среднего человека, не считать за зло ни отступление от единомыслия единодушия на лоне братства, не измену ему, не требовать братского подвига, а смотреть на братца как на удобство жизни и устраивать его, и жить на лоне его примирительно взглядом и вкусом большинства. 37. Другими словами, выразили желание украсть дело братства у Бога, перестать быть достоянием Божьим, оторвать его от лозы Христовой и присвоить себе плод братства, оторвав его от дерева христианства. 37. Дума братства вместе со мной поняла в полной мере, какое зло причинило братству деликатнейшее со злом, долготерпение, граничившееся с попустительством, и малодушная нерешительность в деле удаления из братства вредной закваски. Так Дума и заявила, что каяться перед Богом в том, что недостаточно требовало как минимум нравственных обязанностей, отсутствие самодовольства во зле, честной решимости вступить на путь тройного братского подвига веры, любви и труда. 38. На будущее время не считает более себя вправе полагаться на добрую волю каждого, а устанавливает определенные руководящие правила, мною предложенные, ожидая от честности каждого члена братства или принять их в руководство жизни на лоне братства, или уйти из братства, если он сообразоваться с ними не желает. 38. Дело братства только и может быть делом Божиим, и члены братства могут быть только те, которые искренне желают духовно возвышаться до честного служения на дело Божие, а не те, которые желают дело братства принижать до своих немощей. 38. Это постановление Братской Думы было прочитано мной в следующем братском собрании. 39. Я сделал очерк жизни братства с самого его основания, нарисовал яркую картину духовного разлада, внесенного в братство представителями личного и семейного эгоизма. 40. С одной стороны, и излишне снисходительным отношением к злой закваске, 41. С другой, и закончив заявив, что Братская Дума готова забыть все прошлое, 41. Желала бы сохранить все дела братства и братской любви нашей, все члены братства, 41. Не исключая и тех, которые до сих пор были вредной закваской. 42. Но с непременным условием, что они перестанут быть этой вредной закваской, 42. Вступят решительно на путь братского подвига веры, любви и труда, 43. Будут жить с Богом, а не без Бога, 43. Покаятся в прежнем самодовольстве, во зле, 44. Искренне честно подчиняться руководящим правилам братства 44. И станут благовейно прикасаться к святыне братства, 45. Чтобы не быть ее опаленными, по примеру, столь многих опаленных в окружающем нас обществе, 46. Благодаря тому, что без благовения прикасались к Божьей святыне, церкви, 47. Откровения, любви, разума и вечного духа своего. 49. Многих братьев и сестер мы потеряли после этого. 47. Одни в разное время сами ушли от нас. 48. Немногие были нами удалены. 49. Остаток верных, умудренный опытом, смирил себя перед Господом, 50. Стал более прежнего жить с Богом, 50. Более прежнего сознательно любить Бога и служить святому делу Его, 51. Гораздо более прежнего возлагает надежды свои не на себя, 51. Не на свой разум и свои таланты, 52. А на Бога живого и благодатной силы от Него исходящие. 40. С этого времени духовный рост братства стал поистине чудесен. 41. В короткое время двух лет многие совершенно духовно преобразились, 41. Совершенно преобразилась и жизнь на лоне братства. 42. Восстановилась единомыслие, единодушие между нами. 43. Все почувствовали себя нравственно удовлетворенными. 44. И мы на опыте изведали правду слов спасителей мира. 45. Иго моё благо, и бремя моё лёгко. 45. Матфея 11.30. 46. Все, что было в тягость, стало радостью. 47. Все, что было из личной формальностью, стало правдой дорогой святыни. 47. И молитвенные собрания, и беседы, и братское лапзание заповедано нам апостолом, сказавшим. 48. Приветствуйте друг друга лапзанием святым. 49. 2 Коринфянам 13.12. 49. Будьте брата любви друг к другу с нежностью. 50. Римлянам 12.10. 50. Теперь нас не смутят более насмешками под нашим единомыслием, единодушием 50. И частыми поцелуями после молитв. 51. Для нас призывы к разномыслию и равнодушию, призывы не вперёд, а назад, 52. Скорбнув прошлому выстраданному нами опыта жизни. 51. Для нас святое братское лапзание – тройная святыня одновременного лапзания живого образа и подобия Божьего, 52. Живого образа святого, имя которого носит брат наш, 53. И самого нежно любимого нами брата. 53. Для нас это правда любви и дорогая святыня, 54. Которая не станет от того менее правдой и святыней, 54. Что к ней без благовения отнесётся человек, чуждым нам по духу. 51. На богатство, полученное мною от предков, 55. Как и на природные способности свои, 55. Как и на ум, и на образование, и на всё, что имею, 55. Я всегда смотрел, как таланты, вручённые мне Богом, 56. Отчёты употребления которых я должен своевременно дать. 56. Таланты, на которые я обязан приобрести многие таланты, 56. И всех их сделать достоянием Божьим, 57. Как и самого себя, и жизнь свою. 57. Никогда я не мог понять иной точки зрения при сознательной вере. 58. Никогда не мог понять с точки зрения веры, 59. Странной для меня теории графа Толстого, 59. Что деньги и вообще богатство – зло. 59. И что поэтому надо его раздать кому попало, 60. Или отдать жене и детям, 60. Как никогда не понимал с точки зрения любви. 59. Его ещё более странных для меня теорий о непротивлении злу, 60. О пассивной анархии, 60. О ненужности всяких форм и всякой организации, 61. О безгрешности человечества и о греховности власти, 61. Войска, судов, церквей и государств, 62. Которые немирно преображать надо, 63. С любовью внося в них свет и добро, 63. А надо разрушать путём пассивной анархии. 64. Никогда ни с точки зрения веры, 64. Ни с точки зрения любви и христианского милосердия 65. Я не мог не только одобрять, 65. Но даже только 65. Не возмущаться 66. Рутинным пониманием благотворительности 66. Этим нелепым, 66. Бестолковым растрачиванием Богом данных талантов, 66. Без всякой пользы для дела Божьего. 67. Ни души вечные, ни жизнь, 67. Не примиряясь с правдой Божией, 67. Не делая достоянием Его. 67. Для меня всегда было очевидно, 67. Что это зарывание талантов в землю. 68. Всегда с тех пор, как я пришёл к вере сознательной, 69. Насущной потребностью любви к Богу, 70. Всем разумениям моим, 69. Для меня было приобрести для Бога, возможно, 70. Больше число душ живых, 71. Сделать их достояние Божьим. 71. И именно им, 71. Этим представителям добра, 72. Ставшим умными на добро, 72. Благоговейно вручить Богом данные мне таланты, 72. Завещая и им на эти таланты приобрести для Бога 72. И вечного дела Божьего многие таланты. 73. Вот почему я долго не решался материально 74. Обеспечить даже и моё любящее детище 74. Дело трудового братства. 74. Хотя давно желал иметь право сделать это по совести. 75. Вот почему вы можете мне поверить, 76. Что через два года, с небольшим после того, 76. Как братство покаялось перед Богом 76. И смирилось себя перед Ним, 76. Да и искреннее желание быть достоянием Его, 76. Члены Его и жизни на лоне Его 76. Настолько духовно преобразились, 76. Что я по совести перед Богом 76. Нашел возможным, 76. Согласие матушки и сестер, 76. Материально обеспечить братство, 76. Передав ему подарственную акту 76. Почти все наше достояние, 76. Часть его выделив полную, 76. Хотя и неприкосновенную собственность 77. Центрального братства, 77. Принявшего на себя 77. Значительные обязательства 77. По содержанию храма, 78. Больницы и двух сельскохозяйственных школ, 78. А другую часть предназначив 78. По смерти дарителя быть 79. Неприкосновенным фондом, 79. Обеспечивающим возможность 79. Учередения отделения братства в России, 79. Славянских и других странах. 42. 42. Спасло братство и стало началом его духовного возрождения 43. И мирного процветания то, 44. Что верные братству остались, 45. Несмотря ни на какие видения черной годины, 45. Покаялись перед Господом 45. В малодушном попустительстве 45. Все братство призвали к покаянию 46. И сотворили плоды достойной покаяния, 46. Смирив себя перед Господом, 47. До алкани и жажды быть 47. Достоянием его и причастниками 45. Благодати его. Большинство членов братства 46. Сделало все от него 46. Чтобы погубить дело. 47. Само верное 47. Само верное межшество было до того 47. Подавлено всем происходящим, 48. Что вполне сознавало свое личное 47. Бессилие и справедливо, 48. Вполне сознательно отдало себя 48. В руку Божию. 49. От него одного ожидает 49. Чудо преображения душ и жизни. 49. И чудо это совершилось. 49. Мы на опыте изведали, 50. Что жив Господь Бог, творящий чудеса. 50. Этого бы не случилось, если бы хозяевам положения в братстве 51. Было губившее братство большинство. 51. О, если бы Россия поняла опыт жизни нашей, 52. Поняла то, что ей в малом размене было в нас выстрадано. 52. И это стало бы для нее спасительным опытом жизни. 53. И она переживает теперь в несравненно больших размерах 53. И в несравненно более грубых формах 54. Ту черную годину, которую мы пережили. 54. Размеры и формы зла, в ней проявляющихся, 54. Настолько чудовищны по букве, 55. Так как по духу это все то же, 55. Насколько большинство русского народа более самодовольного зле, 55. Более перевержено к антихристианской рутине жизни, 55. Чем та часть плоти от плоти и костей от костей его, 56. Которые оставались людьми старого духа, 56. В новом деле веры, мира и любви, 56. Братства трудового. 57. Ушедшего от рутины для честной жизни по вере, 57. Вся ошибка которой состояла в недостаточной обособлении от зла, 58. В излишне снисходительности ко злу, 59. В недостатке ревности о добре. 59. Кто спасет Россию от кумира, 60. Большинство грешной и грехолюбивой толпы, 61. От пресловутой воли народной 62. И от целого сонма иных кумиров, 62. Елика на земле низу, 63. Обоготворенных ею вместо Бога живого. 63. Кто, как остаток верных в братстве нашем, 64. Покаяться, призовет покаянию, 65. По вере получит дерзновить стать хозяином положения, 66. Отдаст себя в руку Божию, 66. И тем даст ему возможность, 66. Без насилия над ними, 67. Явить в немощи их силу свою, 67. Водворить в России мудрую 67. И благую конституцию правды Божьей, 68. И сотворить чудо преображения умов 69. До духа права, 69. Сердец до сердца чиста, 69. И жизни до мирного благоденствия 69. Чтобы и вся Россия, как и мы, 69. Сознательно ничтожество свое 70. И величие силы и славы Бога живого. 70. И воскликнул вместе с нами 71. Благословенные скорби, 71. Нас умудрившие 72. И другим ставшие во спасение, 72. Ибо мы познали, 72. Что жив Господь Бог, 72. Творящий чудеса, 73. И что игое его благо 73. И бремя его легкое есть. 74. Да будет этим остатком 74. И верным в России предстоящий 75. Церковный собор или хотя бы часть его, 75. Чтобы отдать себя в руку Божию 76. И дать Богу живому возможность 76. Без насилия над ними 76. Через них сказать народу 76. Русскому правду свою, 76. Явить ему любовь свою 76. И жизнь его преобразить 76. Через всех тех русских людей, 76. Которые еще не ходят 76. Блудно во след кумиров. 76. Или покаяться в великом 76. Преступлении измену Богу живому, 76. Поругание святой правды его 76. И отвержение его в Верховного Завета братолюбия, 76. Пресвятить любви к Богу 77. Всем разумением. 43. Как в черную годину братца, 77. Так и теперь в черную годину 78. Господь многообразно 79. Являл на милосердие свое 79. Чудесным исполнением 80. Молитвенных прошений наших 80. По слову своему 80. Все, чего не попросите 80. От отца во имя мое 80. Будет дано вам 80. Да прославится отец сыне 80. И ссылка тут дается Матфея 21, глава 22, стих Евангелия Атьяна 14, глава 13, стих Пророческими сновидениями, дававшим терпение и бодрость при перенесении скорбей и опасностей, предреченные этими сновидениями, многообразными благодатными утешениями, в которых не раз имели видение Христа, благоставляющего и ангелов Божьих, ограждающих. Были случаи, когда некоторым из братьев было открыто происходящее на больших расстояниях и приподнята завеса мира незримого. Были случаи, когда одновременно многим было открыто то же, или многим дано одновременно то же благодатное утешение, как бы для того, чтобы даже сомневающиеся, как Фома, могли вложить персты и собственные руками осязать. Были случаи, когда дети братства в самом младенческом возрасте проявляли мудрость, сходящую свыше, и духовную чуткость, превосходящую разумение человеческое. Исповедовать силу и славу Божию за все братство – насущная нравственная потребность для меня, долг правдивости и нежелание быть вором, крадущим у Господа славу Его, говоря о том, что мы немощные, делали и утаивали, утаивая то, что делал Господь сил в немощи нашей. Не утаиваю ради Иерусалима, не утаиваю и страха ради иудейского, тем более не утаиваю, что мы не лучше других, и что все испытывают на себе те же явления, милосердия, силы и славу Божией, какие мы на себе испытали. Как только захотят отвергнуться себя, стать достоянием Божиим, принять на себя крест делал любви к Богу всем разумением и идти во след Христу, не смущаясь немощами своими, всю надежду возлагая на Господа и на Его благодатную помощь. О, если бы поняла Россия и этот радостный опыт, ею в нас пережитой, и стала твердой на дорогу, на которой вся она испытывает то, что мы на пути созидания братства испытали. 44 пункт. Чем более мы отдавали себя в руку Божию, тем больше умы, сердца и жизнь наша становилась с достоянием Его. Тем более открывался перед нами вживотворящий дух откровения, Его и вечная истина и правда Его, под буквой молитв и чина церковного богослужения. Для нас не стало буквы, имеющие временное и местное значение. Открылись глаза души нашей, и все в откровении, в молитвах и православной литургии получило для нас неприходящий вечный смысл, жизненно значение которого в прямом применении к нам. Их жизнь наша стала очевидным и вполне вразумительным. 45 пункт. А мы еще только стали на добрую дорогу, во многом еще не совлекшись с себя ветхого человека, далеко еще не сороспявшись Христу, далеко еще не имея права сказать с апостолом, «Я уже не живу, а живет во мне Христос». Галатам 2 глава 20 стих. Далеко не все мы и не во всем одинаково отдали себя в руку Божию, стали твердо на путь веры, никогда не сворачиваясь с этого благословленного пути на позорный и неразумный для христианина путь введения приходящих призраков земного бытия, стоя выше личных переживаний и личных впечатлений. Далеко еще не все и не во всем в одинаковой степени единомыслены и единодушны. Далеко не все в одинаковой степени даже желаем быть как один ум и одно сердце. Перед нами бесконечный путь духовного возрастания от веры в добродетель, от добродетели в рассудительность, от рассудительности в воздержание, от воздержания в терпение, от терпения в благочестие, от благочестия в братолюбие, от братолюбия в любовь, и от любви в любовь до полного возраста, свободы, славы, чад Божьих. Если Господь на первых шагах нашей верности верховному закону о любви и жизни по вере, действующей любовью, явил нам так много долготерпения, милосердия, чудесной помощи и благодатного утешения, какое богатство сил, силы и славы своей Он явит тем, которые более нас возлюбят Его и воздревнуют о правде Его, будь то мы сами когда возрастем в вере и любви в будущее поколение братства, те птицы небесные, которые имеют укрыться в ветвях возросшего в дерево Его, или всякие верующие, всякие верующие, обособившиеся зла, возлюбившие Бога всем разумением своим, исплоченные цементом любви к братской единицам, дружно несущие общий крест во след Христу. 46 пункт Драгоценный опыт в нас пережитый человечеством состоит и в том еще, что путем мирного созидания в практичность, в которой так мало кто верит, можно достигнуть бесконечно больших и лучших результатов, нежели тем путем борьбы со злом в себе и в окружающем жизни, которым так давно идет человечество, достигая при этом столь плачевных результатов. Путь мирного созидания в себе, путь возрастания в любви к ближним, при свете любви к Богу всем разумением, в любви, которой и есть святой огонь, о котором сказал Господь. Огонь пришел и неизвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Луки 12 глава, 49 стих. Что святой Афанасий Великий понимает так? Огонь любви пришел и неизвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся во всех сердцах. Огонь, в котором сгорит вся грязь души, что мы и видим на опыте в светлом духовном преображении тех братьев, сестер, воспитанников и воспитанниц, которые становятся алчищами и жаждущими благодати любви и получают благодатный огонь любви от всех благ подателя. Многие ли из нас устояли бы на добром пути, если бы жили не любовью, а страхом греха? Не созидали бы мирно алтарь любви в тайнике духа своего, а всю энергию души направили на борьбу со злом, на самогрызение, на болезненное вырывание бесчисленных терней души, в которой еще мрак и холод в отсутствии благодатных лучей солнца любви, солнца вселенной. Разумный христианский аскетизм и состоит в мирном, радостном воздержании от всего, что тушит в нас любовь, что отрывает нас от Бога, мешает нам быть достоянием Его в духе милости, а не в духе жертвы. Шаблон аскетизма, когда со скрежетом зубовным совершает дело спасения своего. Епископ Антоний Волынский Как и разумный христианский страх Божий состоит в опасении оторваться от Бога, вырвать себя из рук Его, переставить быть достоянием Его, а не в рабском страхе прогневить Его мирной, радостью мирного благоденствия своего. Так и в жизни. Мирно обособляясь от всех тех, которые не хотят единомысленно, единодушно с нами мирно созидать жизнь по вере, действующей любовью, мы, несомненно, достигли больших и лучших результатов, чем если бы, став на путь борьбы со злом, посвятили себя бесплодной критике зла и злому делу возбуждения ненависти и мстительности ко всем, не согласны с нами, сами не осуществляя то добро, во имя которого боремся и других к борьбе призываем. 47 пункт. Опыт наш доказывает возможность оздоровления души, воспитания к дисциплине любви в короткий срок, от 4 до 5 лет. Курсы наших сельскохозяйственных школ женская 4 года, мужская 5 лет. В достаточной мере для того, чтобы стать способными не только жить братским строем жизни, но и осознавать эту форму жизни нравственной потребностью, сознательной верой, любви, разума и совести. Молодые люди, выходя из школ наших, настолько любят друг друга, что способны единомысленно исповедовать правду Божию. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповеемы. Они настолько единомыслены, единодушны по главным вопросам веры и жизни, что это удивляет людей, для которых и вера, и любовь, единомыслие, исповедание, и братское единство в жизни неосуществимые утопии. 48 пункт. Опыт наш доказывает и то, что можно в сравнительно короткий срок тех же 4-5 лет приступить и к организации жизни на началах веры, действующей любовью, сплочению и стройной организации жизни приходов на тех же началах. 49 пункт. Вера и любовь, сдвинувшие многие горы перед нами, сдвинут их и перед всеми, кто пожелает поработать на святое дело оздоровления души народной на лоне приходов, в городах и селах, по всему лицу земли русской. Лишь бы вера была, возгорится святой огонь любви, оздоровится душа народа русского и станет русский народ достоянием Божиим, богоносцем и всечеловеком, по предчувствию нашего великого Достоевского. 50 пункт. Вера и любовь, сдвинувшие столь многие горы на пути создания нашего братства, сдвинет их и на пути всех, кто цельно станет на путь мирного созидания добра в жизни, приходов, городов и сел нашей России. И станет она воистину святой Русью, светом мира и солью земли, чего не желать для нее могут только не любящие ни Бога, ни отчизну, ни сыны, а злые пасынки России. Вот малая часть богатого опыта нами пережитого в служении делу Божьему. Безграничная сила и слава Божья. Не перечислить многообразные проявления милосердия Его, не перечислить и многообразный духовный опыт, получающийся в результате служения на дело Его, когда по свободному изволению, верой и любви нашей Он может без насилия над нами в немощи наши творить силу свою. Да будь же опыт нами, пережитого Россией во благо, а не в суд и не в осуждение. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Закончил четвертую лекцию.